Как говорится, можно вытащить русского с дачи, но дачу с русского вытащить нельзя. Вот мне было делать нечего, надо было приехать на дачу. Ворота не закрыла. И начать, естественно, листья жечь. 11 июня, ребята, смотрите, что мне тут творится. Везде всё горит. Было много дождей в Техасе, в Оклахуме, в горах у нас, поэтому нет этого бана на костры. Когда долго сухо стоит, они устраивают бан и объявляют везде, что на костры бан нельзя жечь. Но сейчас у нас везде сыро, поэтому бана нет. Я пошла жечь листья. Сейчас я вам покажу, как это всё выглядит издалека. Смотрите, какая красота. Вчера у меня пришёл работник, покосил везде травку тут. Из-за дождей очень много наросло. Вот у меня гора. Здесь называется Little Mountain. Маленькая гора. Нафига, на самом деле, нифига не маленькая. По-моему, 2500 футов. Не так, что не маленькая совсем. Часто приходят у меня тут олени. Большими семьями. Вот. Ну, дача есть дача. Значит, чем тупятся обычно, ребята, американские дачи? Они тупятся пропаном. Вот этот баллон. Вот. А видео про дачу смотрите в других моих видео. Я показывала дачу снаружи и изнутри. Смотрите, как у нас над дымком заволокло всё. Соседи собаки охотничьи чувствуют, наверное, или оленя, или медведи начинают вот так вот этот скулить. Сейчас такая тишина. Короче, продам дачу, куплю себе в горячем ключе такую же, чтобы лес был. Горы. Мне, наверное, делать нечего, да? Вот это вот листья жечь, копошиться. Я в Россию приеду уже отдыхать. Тут наработаюсь так, что мне уже не хватит нагон. В России буду только по ресторанам ходить, косметологам, массаж, вести свой блог, работать через интернет. А вот это вот всё с граблями, с щётками и с кострами на этом всё закончится. Вот. Мне как же жалко продавать, я бы это честно скажу. Очень красиво. Во всей Америке вот мне больше всего нравятся именно вот эти индийские резервации, где горы, лес такой, тишина и никого. Вот, говорю, у нас участок 20 гектаров. Через трассу, через хайвей у соседей, у них тоже. Так вот, там 20 гектаров сосед, там 30 гектаров сосед. Вот так мы и живём. Тишина. Сегодня даже цикады не цекочут. Это обычно так громко. Жабы, кумака. Вот у меня там пруд есть. Кому интересно просмотреть по-американские дачи, сходите на мой другое видео про, как я еду в Оклахому. Там я показывала и дорогу в Оклахому, и дачу снаружи. Люблю природу, на самом деле. Настолько мне здесь нравится, по сравнению с Далласом. Тишина. Вот горячий ключ, геленджик мне напоминает. Особенно такие сосны, точно как в геленджике. Настолько классно. Точно себе куплю тоже дачку в горячем ключе. Сейчас будет вопрос только, как деньги перевести. Но, слава богу, по-моему, криптовалюты пока не отменили. Все намахалось сегодня граблями, вениками. Но меня сегодня хватило. Моя семья вся меня пробайкотировала. Все остались дома. У всех работа, командировки. Все поразъезжались. Сказали, тебе самой хочется возиться с листьями. Вот и возись. Лежат они, говорят, и лежат. Мне дочка и муж говорят, ну лежат листья, они что тебе мешают? Так я поняла, что они с прошлого года у них и лежали. Они им, видимо, не мешали. Вот я-то уехала в конце сентября. Листьев еще не было. Еще зеленое все было. Вот. Ну, что вы думаете, кроме меня? Тут кто-то приехал, поубирал, тут листья почистил. Да, там красоту навел. Окна помыл. Да, кто-нибудь? Нет, никого. Ну, там у меня сетка для этого волейбола, баскетбола. Никого, никому. Волейбол, да, по-моему, мне нравится этот? Никому не надо. Только я одна, которой нужно это все. Вот это значит, как говорится, кубанские корни, да, растут. Ой. Я даже пыталась в Техасе, честно говоря, выращивать черешню. Она... Мне все говорили, что она не растет. Я говорю, я добьюсь, она у меня будет расти. Но не тут-то было. Я долго мучилась. Даже из косточки выращивала. Как только высадишь землю в грунт, не вырастает. Также и этот... Сирень. Не растет. В Техасе. Сирени очень жарко. Вообще, такой прекрасный вечер сегодня. Вчера был сильный дождь. Прошел стороной. Мне, слава богу, листья не намочил. А вокруг где-то этот... Побрызгал. И такой сегодня прохладный прям вечер. Я даже прошлой ночью спала одна на этих 20-ти акрах с пистолетом под подушкой. С открытым окном. Открыла окна. Я, честно говоря, не столько боюсь, что кто-то придет. Потому что тут везде видеокамеры стоят у нас. Любое. Даже белка. Шевеление белки. Включаются камеры и сообщается, что что-то приближается. И свет везде загорается. Поэтому... Ну, у вас там в России точно такие же motion lights на движение включаются. Не страшно. Вот. Это самое. Не боюсь. Тем более у меня пистолет есть. А что я боюсь, это какого-нибудь... Знаете, тут они говорят... Ну, такие легенды ходят. Что есть Bigfoot, так называемый. Bigfoot, это... Это... Ну, типа снежного человека. Ну, только он не белый, а коричневый. У них целые фестивали тут проходят как раз недалеко от меня. Знаете, какой красивый сегодня закат. Розовый. Сейчас пойдем еще одну пучку подожжу. Ребята, кто дачники у нас, подписчики мои любимые, камрадосы, девчатосы? Кто помешан на дачах, как я? Кто-нибудь еще помешан? Пойдем сейчас подожжем еще кучку. Я тут листья позагребала. У меня еще с пленерских времен, и с времен, когда я росла в станице, листья, я же говорю, все время. Я такой любитель костров. Для меня гордость, когда я могу с одной бумажечки зажечь. Звально правильно его распределить. И с каждой осень Юля с граблями на улице. У нас еще такие орехи были большие. И нужно было очень много листьев собирать, этих орехов, сжечь. Буду вонять все огнем. И приходили все. Ну, я одна с граблями пошел, а все остальные соседи были мальчишки в основном. Ну, они, конечно, не хотели их очистить и листья собирать. Но они не прочь были вокруг костра погулять, посидеть, анекдоты потрепать. Он у меня загорелись, эти солнечные панели. Одна загорелась, а вторая еще не загорелась. Этот фонарь у меня вот такие. С солнечным подогревом. Солнечные батареи. Вот все время загорался почему-то в разное время. Здесь, наверное, больше листьев в одном месте. А во втором месте, гляньте, какой красивый розовый закат сегодня. Это в горах, вот все время такие прямо яркие закаты. Обалдеть. Еще розовое такое прям все. Смотрите. Яркие краски. Комаров еще что-то нет. На удивление. Наверное, это задымило так, что комары все. А, загорелся второй. С небольшой разницей. Вот он. Ну, загорелся. Мои ворота любимые. Кстати, в горы приволочь было такую байдарку. Эти ворота. Была целая морока. Их установить. Ну что, двор выглядит уже более-менее. Двор. Ближайшие полгектара выглядят окей. Так, надо еще одну кучку. Две кучки поджечь. Я, наверное... Хватит с меня. Это какой-то обсессион, вы знаете, с такими листьями. И вообще с чистотой. Надо обязательно все пожечь. Все почистить. Вот, знаете, у меня в семье... Вот лежат эти листья, лежат. Но гниют они там, в перегной гниют. Вообще никого они не волнуют. Почему-то мне надо именно приехать и начать эти листья перерудить. Кроме меня никого не волнуют. Только меня одну. Так, что-то все уже... Я люблю, знаете, когда догорает до самого... До самого этого конца. Чтобы вот убирать вообще не было пепла практически. Поэтому надо его поделить все время, чтобы кислород попадал и продолжалось горение. Уже, знаете, бывает, остается кучка. Думаешь, ну все, уже ничего не осталось от этой кучки. И ничего больше не загорится. Не загорит. Вот так соберешь последний пепел. Ну все, уже нечему гореть. Пепел. Утром просыпаешься уже... Видите, вот пошевелила. Гляньте, видите, какое-то опять горение пошло. Вот тут пошевелила, опять горение какое-то пошло. Что-что-то горит. Да, мои любимые ворота. Вот такие фонари. Одни купила, вы знаете, казались такие большие. Привезла маленькие фонари. А у меня такие большие ворота, они прям вообще никак, ну, не смотрятся. Вот, пришлось поменять. Купить другие большие. Эти уже более подходящие. Так я не дорассказывала, что я боюсь. Вот, а боюсь я вот этого Бигфута, вот этого снежного человека, потому что прямо от нас, буквально пару кварталов, здесь каждый год проходит фестиваль. Снежного человека. Вообще Клахума, походу, пиарится на этом, знаете. Они, значит, у них и сувениры с этим снежным человеком. Разные там открытки, календари, статусы всякие разные. Вот, и периодически, мне кажется, что это, ну, как, пиар-ход такой. Рассказывают сразу, что кто-то увидел очередную разницу этого человека. И вот, на самом деле, я не сомневаюсь, что вы видели. Ну, года не проходит, чтобы кто-то не сказал, что видели. Ну, есть конкуренты, есть конкуренты, которые периодически говорят, что никуда, это не у вас в Клахуме он, это он у нас в Ореге, например, или в Алабане какой-нибудь. В общем, кто-нибудь присваивает себе этого снежного человека периодически. в Клахуме говорят, нет, это лица снежного человека, это у нас вот эти вот химичи, химичи маунтенс, это горы эти химичи, они, значит, убеждены, что у них. Ну, знаете, я не верила, не верила, тоже считала, что это полные сказки, и никакого снежного человека вообще не существует, это чисто бабки зарабатывают. Вот, тогда у меня работник был один, американец, много что делал, фингимэль называется, он там тоже подкрутит, там подверг, тут такое, на кем-то подхватит, тут вот когда дачу ремонтировали, он говорит, что был он, участвовал в стройке какого-то дома, близнец, так вот, как у нас, дача тоже у людей, вот, он только проглубже какой-то оттуда, в горы, и он говорит, видел, ну, как видел, он увидел его самого, он увидел, как он шел, он говорит, этот, елки, сосны, деревья, вокруг прям гнутся, когда он идет, и гул стоит прям такой, говорит, гул стоит, то есть, прямо, ну, прям, дрожь у меня, говорит, по телу, волосы дыбом стали, я, говорит, понял, что это он, я, как оттуда бежал, и, говорит, вообще у меня сердце, говорит, в пятке попало, упало, в сердце, вот, он говорит, я после этого поверила, что он существует, у меня от этого я виделась, куча видео американских, где они рассказывают, ну, свидетельства, людей, которые живут уже, где-то там близко, что, приходят, это, так вот, а одни говорили, сидеть, сейчас, наверное, рассказываюсь на ночь, представляете, мне уже темно, уже луна, он зашла, ну, одна удача, вот, даже хорошо, когда я на интернете, все дела, вот, этот пистолет под подушкой, такой, неплохой, но все равно, особо автомат, мне автомат у мужа, я не привезла, я с него стрелять не могу, честно говоря, с пистолета, вообще, хоть как-то тренировалась, пистолета, наверное, не нажму, с предохранителя не сниму, а пистолет все купила, без предохранителя, там всего было пару моделей, которые без предохранителя, ну, что вы думаете, загорится эта куча, или нет, лимит, что-то я сам доказ, насыпалась, немного листья, что-то не хочет он, светит, свет горит на оборотах, так, сейчас пошевелим остальной костюм, у меня еще одна куча осталась, недожженная, ну, на ночь наговорил, сейчас истории страшных, а на ночь была история о том, что он тоже так, в лесу у людей дом, вот, я говорю, ночью приходил, он прямо вот слышал, возле, возле к нам был, он говорит, я точно знаю, что это был бедхот, и следы были, вот прям, большие такие, неравные, а одна женщина сказала, что ее спас, это она уехала, вот так, тоже через лес, на машине, попала в лаван, не беременна, она была, вот, и ее этот бедхот достал, возле машины, принес, людям принес и положил, возле второго, вот так вот она, в реке, выжила, она говорит, это точно, там это, вот такой волосатый, короче, если же все волосатые, это тоже реально, как это створит, понимаете, так ночью, а я сейчас не отрываю наше, да, просто воздух такой свежий, тогда будешь пришел, но очень прохладно, вдохе, жаришь уже под 40 градусов, и здесь прямо, ничего было, свежо, ночью, на градусах, числа все, все тепло, было, ну что, мне еще дым, ага, этот разгорелся, еще две кучки, которые мне надо, в принципе, поджечь, я вам сказать, как-то рассказываю, но я поэтому открыла окно, настолько свежий воздух, даже, это, до кондиционера, не до кондиционера, мир стоит на 76 градусов, на 77, а ночью было в доме 74, а на улице, наверное, еще прохладнее было, я открыла окно, и так, прохладно, свежо, воздух свежий такой, вот, гостится хорошо, единственное, что, бегут, я думала, на пенсию, когда выйдем, будем тут с мужем жить, хотя, у нас еще есть раньше в Сихасе, но там не такое комфортабельное, как здесь, хотя там 80 акров, земли, муж у меня был такой, лет 10 назад, прямо этот, богатырь, я как, как пойду, как тут закашу, посею, пожну, а сам инженер, представляете, этот, айтишник, не, ну он умеет, он руками умеет все делать, но сил-то нет, уже ты работаешь, как говорится, целый день на компьютере, в командировке, сейчас он, сейчас он с Чикаго в командировку летел, у меня тут дочка в командировку, дочка только что прилетела, летела, из-за этого, не несут, не несут, на Чиган, на Чиган она летела, представляете, попали они, вот этот дождь, который у нас тут, прошел, не, на меня прошел крылом просто, она сказала, был очень сильный ветер, полмиллисекунду, за минуту, у кого-то сильно был ветер, градом, вот, а нас обошло, прям, я уже машину загнала в гараж, приготовилась, думаю, блин, сейчас если куча трубит, из-за шторма, буду сидеть тут одна, без света, без кондиционера, без ничего, но, бог милого, просто немножко побрызгала, кучи походили кровом, но ничего не случилось, вот, а дочка, говорит, сомолей задержали на 5 часов, сказали, что на Клахому идет, вот этот вот сильный шторм, вот, из-за этого сдержали весь на 5 часов, с градом, и она, этот, мне написала, что самолет этого с аэропорта, там, сиди аккуратно, глади в Клахоне, все, приготовься, свечек набери, того сего, я говорю, нас обошел он в стороне, ну, именно, вот, где у меня дом, дача, нас обошел, я здесь уже сижу, три дня, на даче, вот, приехала, надо было, прятки навести, дом почистить, потому что, вроде же, как, есть желание продать, покупатели, вроде бы, приходят смотреть, вот, с другой стороны, езжала ко мне, с другой стороны, думаю, ну, если я живу в России, а здесь я только раз в год, приезжала в гости, кто будет, за гизой, не можно, этой дачей, кроме меня, никто, вот, а мне тоже, знаете, когда никто больше, никому, только птичных, только мне надо, когда покупали, вроде все, были не против, а когда, значит, она есть, у кого не загонишь, муж говорит, у меня она там, на ранчо полно дел, вот, дочка постоянно в командировках, то у подружки свадьба, то у командировки на работе, вот, все на вообще не затянешь, у него тот занятый, у него то учеба, то работа, в общем, в итоге, одна я оказалась, вот, мне даже на то время видео поделать, или то уже кучу материала интересного, для видео, и не могу добраться до компьютера, пока вот тогда вот вечером, эти с кострами, с листьями поборюсь, эти окна помою, потом почищу, вы знаете, работы с частным домом, постоянно, постоянно, ну, конечно, у нас что-то в земле дофига, так, сейчас мы еще один костер подожжем, вот так, сейчас не загорелось, горе-горе ясно, чтобы не погасло, такая бумага, так, надо пропитана чем-то, что даже, загорается, так, несем, несем, надо нести, до кучки, сделать, мурку, и положить бумагу, ой, фу, едкий какой дым, фу, ну, ну, что, загорится, видите, как, профессионал, опыт не пропьешь, я вам говорю, у меня, я либо с одной спички, поджигаю, либо с одной бумагой, если не загорелось, одного раза, это прямо, у меня, этот, дегапоинт, не ту, должно загореться, с одного раза, раз, так, еще одну кучку сейчас, листика вот так раз, накормим, все, листья сухие, хорошо, что дождь этот не прошел, не монаст прошел, иначе бы, не было бы такого веселого, пенетского костра, взвейтесь кострами, синие ночи, один раз там, не в этом году, в прошлом году, поджгла, так увлеклась, не заметила, там отворота, какой-то столб был отворот, ну, такой старый, конечно, мне муж кричит, как на, говорит, ты видишь, там уже столб горит, я говорю, где, столб горит, он, 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 тренинг, седро воды налил, он, говорит, если забор весь, он, так увлекл, одновременно, знаете, сразу, ну, когда 10 костров, тут у меня куча, там куча, он, говорит, жги по одному, тут костер, там костер и все, а я говорю, тут из дома, нет, тут один костер, тут второй костер, вот, ну, все, ребята, буду заканчивать, наверное, скучно, показала вам американскую дачу, говорю, опять-таки, что, дачу можно вытащить, русского можно вытащить из дачи, но дачи из русского не вытащишь, всем пока!